А почему я такая? Потому что моя бабушка — это первая женщина, доктор наук философских в Средней Азии. У моей бабушки был муж, заслуженный деятель науки, профессор. И четверо детей. Поэтому мне говорите про то, что что-то можно совмещать, нельзя, не надо. Вы говорите о женщинах, как о каких-то зверюшках. Потому что фраза «нам женщины нужны в образовании и нам женщины нужны в больницах» — это очень неправильная фраза. Женщина такая же, как и вы, человек. Пригласили выступить непосредственно о гендерном равенстве. Я со своей стороны хотела немного эту тему раскрыть, потому что очень усеченное понимание. То есть наша молодежь сегодня считает, что гендерная равенство — это почему-то только женщины на руководящих постах. Это не так. Это очень многогранный вопрос. Это и доступ к образованию, профессиональная сегрегация. То есть может быть женщина свободно выбрать эту профессию, которая не является традиционной женской. Это ее участие на уровне принятия решений. Это может быть работа в министерствах, в парламенте, в правом суде и так далее. Очень много аспектов. Это вопросы домашнего насилия, тоже защиты от домашнего насилия. Очень много вопросов, которые вбираются в понятие гендерной равенства. Но я вижу, что у людей понимание тоже достаточно, мне кажется, узкое. И поэтому все строится вокруг одного и того же клише. Как будто женщина, говоря о гендерной равенстве, говорит только о участии на уровне руководства. Ничего подобного. И вот поэтому нужно говорить об этом в школе. Нужно чутко давать правильные установки. Потом у нас есть конституция, в которой записано, что права мужчин и женщин равны. Почему мы сейчас, на 30-й год независимости, обсуждаем этот же вопрос и половина зала удивлены. Почему? То есть что-то, получается, не довели до них. Нужное время. А нужное время – это школы. Не знаю, мне кажется, что для многих, я думаю, это был хороший реальный чек. То есть возможность понять среднюю температуру в больнице. Сегодня вчера выступали министры, сегодня выступают более общественные деятели. И я думаю, для многих это был очень хороший такой правильный вовремя толчок, чтобы задуматься, что вообще происходит с молодежью. Молодежь у нас – это больше половины населения страны. Если мы не будем с ними работать, и это не означает надевать белую рубашку, черный, белый верх, черный низ. Я вообще против формы. Все мальчики, которые пришли, это все продукты, система образования, в которой вопросы задавать нельзя. Нужно приходить с белой рубашки, черных брюков. Мы получили то, что мы хотели. Вопрос, хотели ли мы это. Я привела пример женщин-дирижеров. У нас три женщины-узбечки всегда были дирижеры. То есть дирижеры симфонических оркестров, либо там национальный оркестр Сагдзя и так далее. Их взрастила советская система образования и политика, которая была в то время. Из трех сейчас осталось две. И они уже пенсионного возраста, потому что одна умерла недавно. Это известный главный дирижер театра оперы и балетов. Вопрос, у нас есть на смену. Это просто один пример. Таких примеров очень много можно найти в любой сфере. Здесь культурные стереотипы, которые влияют на выбор профессии раз. И второе, образование становится все более недоступным для девочек. То есть если за последние годы есть хорошие подвижки с открытием частных университетов, ситуация меняется. Я утром посмотрела последние цифры. У нас за последние два года есть рост охвата высшим образованием. Но до прошлого года ситуация была очень плохая. Когда вот по нисходящей буквально вот так шел охват высшим образованием. А девочек среди них еще меньше и меньше. Когда стоял выбор обучать мальчика или девочку, всегда, конечно, родители склоняются в пользу мальчика. Мальчик образование получает, девочка выходит замуж. И расходы на ее приданы такой же, как и размер контракта. Это вопрос, который должен стоять перед родителями. Почему я должна выбирать именно мальчика? Сколько мы сейчас видим судеб, поломанных, разводов, когда женщина не способна обеспечивать ни себя, ни своих детей. Она ничего в этой жизни не может. И в случае развода остается один на один со своей проблемой. То есть обществу пора осознать и сказать, стоп, мы что-то делаем не так. И пересмотреть. Это нормальный процесс. Но либо мы это делаем, либо мы это не делаем. Чтобы через 10 лет мы должны мыслить другими категориями. Мы хотим, чтобы у нас общество потребляло сериалы, жило только какими-то абсолютно бытовыми вопросами. Или все-таки мы хотим образованную грамотную нацию. Какое вообще место узбекистанцев в регионе? Какое место узбекистанцев на карте? Куда мы идем? Кого мы хотим видеть? То есть все эти вопросы увязаны с образованием и соотношением половины населения. Когда мы говорим про вопросы гендера, мы говорим в первую очередь про девочек. Это половина населения страны. Не использовать их потенциал, их талант, их знания, их мозги, их искру. Это большое упущение для любой страны, в том числе и для нашей. То есть мы хотим оставаться крупным, хорошим городом, когда-нибудь вырастить в мегаполис. Он должен быть очень современным. Мне кажется, что у нас недораскрыта тема вообще креативных индустрий. То есть творческие какие-то виды бизнеса, креативные профессии, разного рода кластеры, какие-то арт-галереи, кинематограф, искусство, прикладное, я не знаю. То есть абсолютно все, что связано с творческими профессиями, с услугами. Потенциал огромный в Ташкенте. Пока мы не дошли до того, чтобы сделать некий концепт, чтобы это все можно было реализовывать. Но я вижу огромный потенциал. Это привлекло бы оставаться умных людей, которые сейчас в больших количествах уезжают. И это помогло бы привлечь одаренных людей из других стран, регионов Центральной Азии, чтобы они переезжали в Ташкент и работали. У меня два друга переехала, один из Душанблея, один из Бишкеков. Оба связаны с IT, и я такая радостная, как будто они переехали, знаете, как будто мои какие-то родственники. Потому что на самом деле показывает, что что-то меняется в лучшую сторону, и раз люди стали приезжать, мне это очень нравится. Потому что раньше было наоборот, мы только говорили всем «прощай», уезжали очень многие люди. Сейчас ситуация потихонечку должна меняться, и если будут к нам приезжать яркие, талантливые, умные, создающие новый бизнес здесь, рабочие места и так далее, мы только выиграем. Но для этого нужно быть толерантным городом, ярким, креативным, доброжелательным и безопасным. И я бы хотела видеть все-таки целые улицы, законсервированные. Сталинский ампир, это 30-е годы, это нужно сохранять, его нельзя ломать ни под какие новостройки. То же самое касается старого города, и то есть надо прямо целыми кварталами сохранять, замораживать, чтобы никто не посмел там снести и построить новостройку. Это важно для будущих поколений, это же кем-то изумительный город, надо попытаться его донести и оставить, сохранить для будущих поколений. Продолжение следует...